Приветствую вас, Арина. Вы знаете, очень важно понять вам, что делать, чтобы что. Что вы хотите. Можно разобраться, например, с тем, почему в 29 лет у вас первый мужчина только появился. Пришел из-за границы и познакомился с ним, как я понимаю, в Интернете. То есть это вот, можно разобраться, рассмотреть именно это, с одной стороны. Можно рассмотреть, например, то, по какой причине на вас оказывает столь существенное влияние ваши родные. То есть почему они, как бы, условно говоря, ну, влияют на вас, да, то есть они указывают вам, как поступать, они говорят вам, как поступать и так далее. Вот, можно в этом направлении поработать. Можно посмотреть на то, почему вы чувствуете себя виноватой перед своими, значит, ну, родными, друзьями и близкими. Вот, тогда как это является вашей жизнью, ну, это ваша жизнь, то, что, вот, то, что происходило, да, это ваша жизнь. И вам, как бы, решать, да, вам решать, как ее проживать, свою жизнь, да, вам решать, что делать с ней и как себя вести и так далее. То есть о какой вине может идти речь? По какой причине ваши родные требовали каких-то гарантий? Вы пишите, что мужчина только дал устные обещания, ничем не подкрепленные, а чем он мог подкрепить? Если он первый раз выехал, значит, из своей страны, чем он, чем он мог подкрепиться? То есть вот тут, пацановка вопроса для меня выглядит несколько странноватой, как минимум. Вот. То есть чем он мог подкрепить, как он мог подкрепить, как он мог подкрепить свои слова, загадка для меня. По крайней мере. Вот. А дальше вы пишите, что в вашей семье начались скандалы, а каждый стоял на своем. То есть как бы тут история на самом деле она такая, каждый стоял на своем, начались скандалы, но почему вы устраивали эти самые скандалы? То есть вы же, получается, участвовали в этих скандалах, вы же, получается, не делали ничего, чтобы эти скандалы прекратились. И вы почему-то пытались, видимо, доказать, ну, что-то своим родным, на мой взгляд. То есть это такая история, и она очень важна для вас. Так и по итогу, что делать, чтобы что? Освободиться от чувства вины, например, да? Освободиться от чувства вины. Отграничить себя от родных. Начать, например, жить отдельно. Сейчас. Да? Вот. Проанализировать свои отношения, допустим, с отцом, с мамой, которые не хотят, судя по всему, вас отпускать от себя. Вот. Сепарироваться от них. Проработать над своей самооценкой, над своей уверенностью в себе. Вот. Знаете, какая штука? Друзей выбрать, значит, пересмотреть своих друзей, чтобы они вас поддерживали, а не так, как сейчас происходит. Что они вас не поддерживают, а наоборот. Столько. Как-то осаждают, да? Вот. То есть вот, вот в этом направлении можно работу с вами провести, но непонятно, чего вы хотите сами. Что вам нужно. Самой. Вот. То есть, как вы пишите, да, что каждый стоял на своём. Вот. Как бы. И это нормально. Это абсолютно нормально, что каждый стоял на своём. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Какова ваша позиция? Вот. Понимаете? Какая штука. Какова ваша позиция? И что вы хотите? И вот в том, что вы хотите, мы можем вам помочь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.